Брянская земля накануне чествовала одной из своих величайших святынь – Свенскую икону Божьей Матери. Торжества в честь этого образа начались в Божественной Литургии в Успенском соборе Свято-Успенского Свенского мужского монастыря. Праздничное богослужение возглавили митрополит Брянский Исевский Александр, епископ Губкинский и Грайворонский Сафроний, епископ Борисовский и Мариногорский Вениамин. А накануне праздника началась Свенская ярмарка, которую молебном открыл митрополит Александр. Ярмарка развернулась на Андрейском лугу у стен Свято-Успенского Свенского монастыря. Митрополит Александр с главой региона и высокими гостями, в том числе премьер-министром Абхазии, осмотрели подворье районов Брянщины, торговые ряды, выставку предприятий региона и деревню примесел. А в сам день престольного торжества в древнюю Свенскую обитель, основанную в 13-м столетии, с раннего утра съезжали сотни и сотни паломников, чтобы прославить славный образ Божией Матери Свенский и испросить у заступницы небесной помощь и покровительство. После литургии состоялся крестный ход, который прошел по центральным улицам города до Свято-Троицкого кафедрального собора. В шествии приняли участие первые лица региона, гость праздника, известный боксер Николай Валуев, а также многочисленные паломники. Многолюдное молитвенное шествие было исполнено духовной радостью, радостью молитвенного общения, которое надолго сохранится в сердцах участников торжества. Крестный ход мы совершаем с верой, что освещается земля, по которой проходит крестный ход. И сама Царица Небесная возглавляла нынешний крестный ход. Поэтому и создается определенное настроение, радость, и приятно видеть лица людей, которые встречали крестный ход, искренне радовались, крестились, спрашивали благословения. Конечно, это великое благо для Брянской земли и всех, кто принял участие в этом крестном ходу. Радость неизреченна, вот я испытываю, как вот, как батюшка говорит, как у Христа за пазухой. Вот весь крестный ход, присутствие на иконе и вот лик Божьей Матери. В радости, что вот наше Отечество будет так защищено, надежно, таким замечательным, абсолютно образом Божьей Матери с Венской. Ну, полета состояния, совсем нет усталости, и такое ощущение, что еще бы 10, 20, 30 километров прошли бы. Ну, маленькая плакала, а остальные все скакали довольно резво, и мы шли в первых рядах. Было очень легко идти. Мы шли с матушкой нашей в батюшке храма, поэтому мы быстро-быстро пришли. За душу, прям даже слезы наворачиваются, что столько все-таки людей у нас православных есть. Оказывается, столько много. Завершился крестный ход длиной 8 километров у стенка федерального собора, на крыльце которого Водек Александр вознес молитву светского образа Божьей Матери. Крестный ход – это совместная молитва, общая молитва, которая и помогала нам сегодня так успешно пройти довольно такой длительный путь, почти 10 километров. И все, с кем я общался, чувствуют себя прекрасно, благодатно. Я думаю, что эта божественная благодать снисходит на нас во время молитвы, во время крестного хода. Помогай всем вам Господь! Пусть радость праздника как можно дольше живет в наших верующих сердцах. С праздником всех вас!